Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такой далекий и близкий Рио. Анапчане болеют за сборную России на Олимпийских играх. Третья смена летней оздоровительной кампании 2016 года завершена. Была она в полном смысле жаркой. Таким же сегодня было и заседание межведомственной комиссии по летнему оздоровительному отдыху. Руководителям детских здравниц были сделаны серьезные замечания. Ни для кого не секрет, что организация детского отдыха состоит из сотен требований по самым разным направлениям. И ни одним из них нельзя пренебречь. Потому что даже неисправная зарядка обычного сотового телефона может стать причиной пожара. Сегодня каждой здравнице предстоит решить вопрос организации пользования телефонами и их подзарядки. Возможно, для этого необходимы отдельные комнаты. За четкие действия во время происшествия на базе отдыха Витязева заместитель главы города Людмила Мурашова поблагодарила все службы и работников базы и лагерей принявших погорельцев. Но давая оценку работы здравниц, подчеркнула главные слабые звенья этого сезона. Если позапошлым году это были персоставы, и мы были как бы отработали, то в этом году слабые звенья у нас это медицинский персонал и санитарное состояние здравниц. О слабой работе специалистов именно этой сферы говорили сегодня и специалисты Роспотребнадзора. В третью смену отдохнуло в анапских лагерях более 25 тысяч детей. Это очень большой объем работы, но нарушения требований санитарии и эпидемиологии не оправданы никак. За все в ответе руководители здравниц, которые забыли, что они неудельные князья. Анапа – всероссийский курорт. По сухим бойкам, по воде обязательно шалуются, то, что люди рассказывают, люди непривычные, им без разницы. Нигде и в СМИ нигде не звучало «Мосгуртур» или какие-то там «12 месяцев» или «Апрель» – все эти турфирмы. Мы их не видим и не слышим. Слышится одно – лагерь Анапы, лагерь Анапы. Лагерь Анапы не сделал то-то, не сделал то-то. Из членов межведомственной комиссии сформированы специальные группы, которые будут ежедневно бывать в детских лагерях отдыха. Лето еще не закончилось. Оно должно оставить в памяти гостей нашего города только теплые воспоминания. В новом учебном году в первые классы общеобразовательных школ города-курорта пойдут 16 ребят, которым необходимо дополнительное внимание. Они будут заниматься по новым стандартам образования, которые вводятся с этого года по всей стране. Основная задача – максимально раскрыть возможности детей, добавить чувство уверенности в их реальных возможностях. В Анапской школе номер 5 к новому учебному году обустроили санитарную комнату для учеников с ограниченными возможностями. Приобрели коляску. До этого установили специальный лифт и обновили указатели. Все это сделано на средства, краевые программы, доступная среда и частично на деньги муниципалитета. В этом году вступают в силу новые образовательные стандарты. Ребята с ограниченными возможностями будут заниматься в обычных классах, хотя преподавать каждому будут в зависимости от индивидуальных особенностей. Это же мы работаем практически один на один с ребенком. Как же он не раскроется? Конечно, раскроется. А потом еще вокруг дети. Дома он же изолирован. Понимаете, родители, ребенок. Бывает так, что неполная семья, ему не хватает этого общения. А здесь наоборот. Вот это общение на различном уровне. Естественно, ребенок раскроется. Раскроется. И может быть, даже ему на начальном этапе достаточно будет вот здесь, вот этой особой программы, а потом он пойдет вместе со всеми детьми. Уже сегодня в общеобразовательных школах Анапы обучаются более полутора сотен ребят с ограниченными возможностями. Как поясняют педагоги, новый стандарт означает более комплексный подход. В этом специализированном муниципальном центре консультируют родителей и школьных педагогов уже почти 10 лет. В этом году в первые классы пойдут 16 ребят, чьи возможности должны были оценить специалисты. Кому-то требуется дополнительная аппаратура и специальные возможности планшетных компьютеров или занятия с психологами. Те рекомендации, которые мы даем, и те условия, которые необходимо выполнить образовательным учреждениям, образовательные учреждения готовы к созданию условий для каждого ребенка, который придет с ограниченными возможностями. Каждая школа, куда пойдет ребенок, будет создавать необходимые условия и будем наблюдать процесс. У нас это называется динамическим наблюдением. Каждый ребенок будет состоять на динамическом наблюдении. Мы будем отслеживать процесс успешности, владения образовательным материалом в школе. Если возникнут у педагогов сложности, мы оказываем методическую помощь, разрабатываем, корректируем индивидуальную образовательную программу, оказываем помощь педагогам, психологам, социальным педагогам для успешной адаптации ребенка в школе. Педагоги отмечают, что совместное обучение с первого класса позволит, с одной стороны, стать ребенку более уверенным в своих силах, с другой, в обществе наступит окончательный перелом в отношении к людям с ограниченными возможностями. В Анапе стартовала акция «Соберем ребенка в школу». Волонтеры берутся помочь нуждающимся собрать необходимые канцелярские товары, вещи, рюкзаки. Реализацией проекта занимаются специалисты молодежного центра 21 век. Акция только началась в этом году и мы сейчас проводим активную информационную кампанию. В рамках реализации данной акции «Соберем ребенка в школу» в средствах массовой информации, в интернете, в наших группах, в официальных сайтах стараемся людям рассказать, что это за акция, для кого она, для чего она направлена и вообще реализуется в нашем городе. Участниками этой акции становятся волонтеры, просто неравнодушные жители нашего города, которые хотят помочь именно детям, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации. Альбомы, карандаши, фломастеры и краски, шариковые ручки, простые карандаши, линейки, обложки на дневнике, тетради и учебники для школьников к 1 сентября необходимо собрать очень много. Сейчас именно не хватает наборов для творчества. Тетради, если уже достаточно с карандашами, то не хватает именно пластилина, цветного картона, то есть материалов, которыми дети могли бы творить в школах, заниматься на уроках искусства или трудов и так далее. Не хватает портфелей, конечно же, всегда, поэтому надеемся на наших жителей. Принести эти товары можно в Центр 21 века, а далее волонтеры передадут школьные принадлежности нуждающимся. Молодежный центр находится по адресу Анап, улица Ленина, 159. Дополнительная информация доступна по телефону 564-49. 27 августа в Анапе пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Жители страны смогут бесплатно посмотреть известные российские фильмы как в помещении, так и на открытом воздухе. Насладиться кинолентами смогут анапчане и гости курорта и сельских округов. Показы пройдут в парке Станицы Анапской, на площадях у домов культуры в селах Юровка, Витязева, Гайкадзор. В Анапе на театральной площади с 19 часов на сцене у Центра культуры Родина стартует концертно-развлекательная программа с розыгрышем призов от кинотеатра «Монитор». А в 20.30 начнется показ мультфильма «Смешарики» и художественного фильма «Легенда номер 17». Приглашаются все желающие присоединиться к акции «Ночь кино». Более половины россиян следят за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В опросе приняли участие 1,6 млн человек из 46 субъектов нашей страны. Социологи установили, что регулярно следят за событиями в Рио 56% россиян, на 26% меньше по сравнению с аудиторией зимней Олимпиады в Сочи. У 53% опрошенных выступления наших спортсменов вызывает гордость, 37% надеются на успех, 33% отзываются уважительно, 6% разочарованы, а еще 3% стыдно. Смотрят ли Олимпиаду Анапчане и каковы впечатления от выступления российской сборной, мы поинтересовались у жителей курорта. «Нет. А почему? Не знаю почему. Так получается, что не смотрю. Бывает интересно что-то. Что-то там все время неинтересно, что ли. Мне особо нравится, вот только бокс смотрел. Нет, мне не получается. Не успеваю, работаю непрерывно. Нет. Апчел. Времени нет. Послежу. Следите. А как впечатления? Нормальные. Ну, я думаю, что Россия должна быть на третьем месте, пока на четвертом. Я считаю, что должны. Может, надеюсь, на третье выйдут места. Да, следим. А как впечатления? Ну, наших заслуживают. Отношение очень плохое к нашим игрокам. И видно, что многих это очень сильно повлияло плохо морально. Власти Краснодарского края разработали тарифы к платным дорогам. Цена за проезд по платным автомагистралям будет зависеть от типа транспортного средства и наличия искусственных сооружений. Стоимость будет рассчитывать оператор, занимающийся эксплуатацией дороги. Максимальный показатель для легковых автомобилей составит 3 рубля за 1 километр. С искусственными дорожными сооружениями 21 рубль. Тарифы для грузовиков будут доходить до 66,5 рублей. Проезд по дорогам, построенным или реконструированным по концессионным соглашениям, будет иметь другую стоимость. Для легковушек проезд будет стоить от 12 рублей за 1 километр по региональной трассе до 84 рублей по дороге, которая является отдельным искусственным сооружением. Для грузовиков с тремя осями стоимость будет достигать 269 рублей. Сумма оплаты будет зависеть от времени суток, года, вида транспортного средства, а также количества поездок. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok